Наше исследование представлено 200 генералов на 201 генерала, участника Отечественной войны 112 года, что составило 69% от общего количества генералов Российской армии по состоянию на 1 января 112 года 327 человек. Здесь следует отметить, что в нашу выборку попала подавляющая большинство боевых генералов, остались в дне выборки генералы, состоявшие на гражданской службе, военной промышленности, командовавшие целовыми соединениями, а также состоявшие в парадных турниках штаба резервов и без определенной должности. Подробно рассмотрена особенность истословного происхождения Русского генералитета по сведениям из формиарных списков. И так, в том числе затитулованного Российского дворя, посреди Русского генералитета, было 45%. Для сравнения с штабовыми офицерами эта цифра составляла 75%. Столовые российские дворя, гнезиографы и бароны составляли 11%, от общей численности русских генералов, то время в расследствии офицеров им больше более 1%. Если рассмотреть основное наслаждение генералов Русской армии с учетом выходцев из Польского Газийского дворянца, а даже значений других национальных, не шесть Российской империи, или равных правах Российского дворянца, а также иностранного дворянца, то выясняется, что генералитет на 95,5% происходил из потомственного дворянца. Для сравнения, 87% русских офицеров происходило из потомственного дворянца. Дворянца. Таким образом, в 812 году в российской армии генералов и дворянского происхождения насчитывалось только 4,5%. Для сравнения в офицерском корпусе, каковы, было 13,5%. В российском генералитете доля выходцев из Польского Газийского дворянца на смыншин с Российской империи была значительно выше, чем в среднем по офицерскому корпусу, и составляла 22%. По своему удивленному версию в генералитете российской армии и послероссийских дворянцы были содержатся из постдейской губернии, Невслянской, 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 Невслянской. В доле которых, с учетом азейских титуловых дворян, граждан и барона составляла 16%. Для сравнения среди офицеров из-за сей постдейского дворянца насчитывалось только 4%. 1,5% генералитета принадлежало Кольскому дворянцу, являясь выходцами из бовороссийских и европейской губернии. Такая же доля прокатилась на сетке, говорили о нем, если Вадим Ильичевич, Дмитрий Ильич, Духов. В этой связи интересно подробнее восстановиться на данных в грузинске, а в грузинске на русской военной службе. Как в 1-й, 3-й, 19-го века Грузия была освобождена от древних русских комбонов, в то же время среди генералитета доля грузин была замедлена. 3 князя и 7 титулованных дворянцев, всего 7 человек. В нашей выборке Ильи это составляло 3,5% от общего количества генералов в российской армии. Это первичневый генерал, это инфантерии, Гландархамалов, считалось западами, Петр Иванович Багратилов, а также ряд генерал-майоров, ну, Пантелицов, Кембри, Второй, Чариков, Бурьелов и так далее. Все генералы в грузинской национальности начинали службу в российской армии, после изгручились в дневническом трактатах и были российскими подданными уставом покоения. И 6 из 7 генералов женились в перегородской губернии. У всех у них отмечалось в гостиное продвижение послуг, послужили, что объяснялось особо вниманием к ним властей. Следует задеть, в российском корпусе доля грузин, у нас, как бы, была 10-10, ровная, и в менее проценту, где-то 0,2, что составила цифра 30-35 человек. Значительная доля выходцев из иностранных гулян была в российском генералитете. 16% — это равная доля конзейских дворян. Большинство из них были родом из немецких государств, например, всего из Пруссии, это и понятно, и в Пруссии была не так, не в своей лице России, Российский империя, Банде Адропольевской комиссии, и часть пурсских офицеров в 388-28 годах на скорку русской армии. Отличное большое число офицеров, происходивших из Швейцких дворян, по-моему, за той причиной, что незадолго до Отечественной войны 19-го года Финляндия, до 1808 года бывшая состоящая из Швейцкого королевства, отошла к России. И вектора и часть Швейцких дворян, нарушившихся территорию Финляндии, вступили в русскую службу. Немало было в русской армии, в церкви Санцузских, говорят, в системе среди офицеров иностранцев насчитывает чуть более 2%. Генералов, не говоря, сколько извержений в русском генералите, так как им не вышло, отмечалось 4,5%, в том, что если отец генерал, поискодинцы с алкарским детьми, это Иван Тимофеевич Вильнякин, который служил в сети его императорского величества по партнерной состоящей части в Генштаде. Ну, эта единица, например, составляла 0,5% общего количества генералов. В этом слое из солдатских пяти среди офицеров для сравнения около 5% было. На долю выставки изданной офицерской детьми приходилось 2 генерала, это около процента. Среди генералитета доля выставки из иностранных, хвольно-определяющихся, их еще можно определить как иностранных, разнощельцев, доля генералитета и составляла около 2%. Среди генералитета в категории выделялись греки выпускники корпуса чужих стран и динамерцев. Это была бинарность, журута и так далее. Сословная структура русского офицерского корпуса была более близко под структурой русского офицерства, где среди генералитета за месяц 19 лет доля выставки из дворянских заслужений превышала 20%. Более половины всех генералов российской армии 58% расходило из великорусских губерний, 17% из ландийских, 16% из иностранных государств, на выставки из других регионов приходилось в значительные доли. У нас на российских губерний Слабоцкая Украина 4%, для юго-русских губерний 3%, для российских губерний 1,5%, для Кавказии 0,5%. Причем тенденция преобладания выходцев из великорусских губерний характера для всех двух бойнов российской армии, предупрежденных генералов. Кадались по более 165 генералов в 15-м годах, я знал, что около половины генералитета не обладало крепостными крестьянами. Это примерно 46%. Единственное, что стоит предоставить в этих генералах нашей выборки, крепостные крестьяне, принадлеживые имени, принадлежали их жору. Доля неинтывающей среди офицеров была, естественно, выше. Часть этих генералов составляла около 80%. В среди генералов, доля женатых составляла 64%. Для сравнения, среди офицеров генералов года в Голосток было 90%. 91%. А доля женатых все равно составляла 8%. Многие высокие были относительно высоких образовательные уровни генералов. Это только университетов 5-5%. Из исследований именами генералов было отметим, что владеет только элементарным граммом. Астралосторедов были записаны по несколько предметов общеобразовательного курса. Это значительно превосходит уровень образования в среде офицерского корпуса. По нашим подсчетам среднего уровня генерал-майора был 44 года, генерал-лейтенантов 45, полный генерал 61 год. Выслугал генерал-фицерский чат, для генерал-майора составлял 24 года, для генерал-лейтенантов 25, и генерал-фетерн-гойз полный генерал 31 год. Генерал-майора плотали большим боевым опытом 61%, генерал-майора 68%, генерал-лейтенантов 70%, полный генерал участвовали в 4 и более вводе. Кроме того, 73% генерал уже успели воевать с французскими и французскими нападеносковыми войсками, включая итальянские и швейцарские походы, собор, кольто для детских генералов 3%, генерал-майор, и литерат первый боевой опыт был получен в Отечественной войне 19-го года. По нашим данным, 50% больше 3% генералов, 40% офицеров, 25% контр-офицеров за всю службу по состоянию на 14-й год получили ранения, конкузии, бояки, сражения различных ходов. Причем, 32% генералов получили за всю службу одно ранение из-за конкузии, а у 7% от 2 до 8 ранения. По нашим данным, на всю службу по состоянию на маль 14-го года даю большую долю равненных рутидер бояки сражения до 50-й генералов, а наименьшимся великие солдаты. За все время службы по состоянию генерала в 12-й год 100% генералов были не граждане, и тем более половины было 8 и более на грамм. Можно утверждать, что генерал, агент и шоссе Русская армия часть 19-го века добывали главным образом в бою, по нашим расчетам доля награду генералов за выставку и отличие по службе, а также за особый выставку обновляла только 4%, а 16-й это боевые награды. Для генералов и более частой наградой был орден Святого Георгия 3-го класса, самый почитанный боевой орган Российской армии, 56% общего количества генералов имели это орден, а он Святого Георгия 4-го класса имели 50% от общего количества генералов еще надо не трепут, что они получены еще штаб и офицерских чинов. Тем более следует отметить, что доля георгийских командиров среди офицеров с октября только 2%. Таким образом, большой процент георгийских командиров среди генералов при этом высоких качествах российского генерального члена. Получить новое знание о способностях социальной структуры и служебной тарелии по-другому 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 реализирующий солдат российский генералов старых веков 19-го года помогает окон депутат исторических источников к автопулярной эстетских офицеров и солдат этап документов личного учебы является важным важным и по-социальному структуре до половины 18-го начала 19-го эпохи информационная отдача существенно обращается в использовании простатографических и эстетистических методов личный создат российской генералов старыми и по-фактической войне в 19-го годах выполняется соответствующим социальным реализмом российской юрии и тогдашнее требование развития европейского военного искусства чему не касается победы русского оружия европейских полярных сражений в 20-го и в 20-го годов спасибо за генералитета российского у меня такой вопрос вы говорили о различном происхождении перед генералитетом 19-го года отличались чем-то ценностные социальные ориентиры генералитета русского происхождения узейского происхождения или в общем мы можем говорить о том что это была сдача группа которая мила регидивные общественные союзки плохо слышно вопрос но особого различия мне кажется ориентиру на службу мотивации у генералов различного происхождения в общем-то пока не было тем более тот источник который пользуется он не отражает эту страну жизни ну конечно вот такой момент что русский пузырьцы были весьма широко представлены в русском генералитете на более того что конечно тут большую роль генералитете и собирали связи корпоративы землячество так сказать можно назвать по современному генералитете ну и тот момент что грудины продвигались хорошо по службе тоже политические так сказать водополевка что недавно присоединенные территории и надо основную элиту поддержать удержать в объятиях империи вот пожалуй рад ответ на ваши вопросы теперь доктор зависят наук статус музей музей еще спасибо за уважение моих соотечественников скромного вклада в эту потерю кстати подвратено русские армии сражались в вашей человеке с ним слушал князь Петр Иванов Непрагиев генерал Яшбили который участвовал кстати в закрой пат императора вот насчет артенов велосипед государь посмотрите могу опустовать артена они разделились по классам и по степеням все-таки основная масса артенов разделялась по степеням только поддель Георгия разделялся по классам артенов как бы разделялся из общей преды артенов благодаря субтитры субтитры